доброе утро девочки приготовила себе завтрак в холодильник открыла там бутылочки артемины водоросли стояли которые он пил еще говорю вчера забери их расхерачила все вот такого цвета блин и не хочет особо оттираться хорошо что эти салфетки ими нормально все пошло отмывается то не хотела отмываться это какая-то жесть все все вон на мебели везде все время куда-то торопишься что-то это и получается такая фигня что ты не вылазишь и тряпочка господи чуть не раскорячилась еще скользко тряпочка не хотела отмываться хорошо что эти салфетки есть надо же еще такого цвета вот утро завтрак начинается с уборки это просто еще и стекла мелкие девочки вот честное слово эту погоду не понять вот такое же странное как наше правительство полчаса так полчаса так не поймешь то лило темно было как в танке теперь солнышко вышло наверно быстренько пока солнышко есть выйти погулять ну куда это то льет то не льет ничего не понимаю смотрим ошибка природы сейчас же осень не весна они зашли интересно девки пляшут вытащила сережек а на прогулочку проветрить его до сережа а то что диван уже пролежнего дивана из дуны всякие ездят закрыта дорога дорогу делать брусчатку сняли старую ну долго делаете возле кладбища вот как сделали вот это как она встала сережка что-то нету продвижений и простояли 25 лет все и убирают их дед какой-то шарухается и повозят потом люди если не не продлили срок значит все убирается потом по кладбищу белка бегает вижу он по дорожке там много белки зайцы лишь сереж побежала по дорожке белочка какие красивые цветочки тут какие красивые как фазаны курочки вон две ходят белки ой 3 3 фазана побежал молоденькие курочки ой где-то а вон она сидит чудо их целая стая прям этих белок разговаривает что-то смотри как тихонечко слазит осторожно курица то убежали птички поют какая рыжая прячет орешки одна здесь возле меня дедца над головой бегает такая хитрая лисица фазанов на осень это петушок внутри вон две курочки и петушок хочу на кладбище им тихо много места вышли погулять дичь федя дичь только орехи летают слышно на парк плит су какие грибочки у нас там вот был большой мальчик шел только до ногой и сломал грибочек желудей чё падает только и стукает по машинам тоже какие-то грибочки тоже какие-то грибочки это белые грибы белые да видишь в городе он растет сейчас ездят собирают грибы по лесам раньше тоже собирали на мне хочется больше заниматься ими кто мне хочется мальчики привет я сегодня решила знаете что сделать ханаму только не с картошкой астык посмотрела сначала думала то ли пирог то ли просто запечь то ли кашу то ли суп думаю мне там много это будет а потом сделала сделаю думаю ханаму только вместо картошечки тыковку натру на крупной терке кубиком резать не буду потому что мясо мне не кубиком порезанное а уже фарш я достала и все нашла решение так и сделаем я тут потерялась на пару дней что-то вроде и занято особо не ничем ничем не была так и готовлю сейчас пока лучок пока тыковку тесто магазинное я потратила не знаю что-то желание особого не было то гуляли то там то сяну то диван продавливали поэтому я сейчас мясо еще не совсем растаяло я приготовлю сейчас пока лучок пока тыковку тесто магазинное я потратила поэтому тесто придется самой сделать ничего сложного об этом нет сделаю сама вы у меня не видите ничего не то что я делаю и не мою физиономию не обязательно потому что с душа вышло не перевела себя в порядок хотя есть машинка можно на машинке нарубить но вот это потом мыть легче так быстренько пока сережа пошел спать ой ой хороший лук лёшки матрешки включила фильм про вангу смотрела потом думаю надо идти надо идти говорилось о том что все предсказания сбывались и сбываются все предвидела всякие катастрофы смерти знаменитых людей падение крушение печет все видела кстати про конфликт на украине тоже говорила об этом и как он закончится ничего и почему остается ждать и посмотрим сбудется ли очередное предсказание ванги хотя все сбывались потом тоже включила смотрела что люди уезжают в россию жить назад с германии много уезжает восемь семей коренных канадцев уехала ли жить в россии потом чиновник один немецкий чиновник уехал по моему на кубань семьей поступил в институт хочет выучить хочет выучиться и преподавать в школе но у нас тоже уезжают много сейчас программу россии какую-то облегченную сделали по этой программе как-то и я думаю что это выглядит как она гнилая внутри-то может быть отнаружи нормальная хотя сейчас многие продукты захватывают с магазина особенно садеки то нельзя испанскую рукколу не покупайте как раз читаю руку недавно дело что это право человека я туда жить где он хочет например смотрела депутата с партии они они попросили подали подали предложение чтобы вернуть этнических немцев например с украины под контрольной россии сейчас те не захотели потом вернуть этнических немцев с россии чтобы они не были мобилизованы скажем так если я варю суп я кожуру не снимаю здесь снимаю тоже потом они попросили чтобы вернуть технических заметьте это партия fd которые многие говорят просто интересуйтесь тем что они делают да и что это вы не смотрите а потом вещаете вот они за то чтобы выгнать всех то все чтобы упростить приезд этнических немцев здесь уже упростить тоже не особо бундестаг желает там пошли на какие-то уступки но не то что просил просила партия fd потом говорят значит тоже давайте говорит вместо того чтобы с африки брать специалистов мы вернем этнических немцев специалистов тоже нафига с африке то лучше чем как-то свою нацию спасать отвергают все эти предложения но они конечно руки не опускают они каждый раз подают туда эти предложения в бундестаге чтобы их просмотрели и простили приезд этнических немцев потому что очень много уезжает приезжают совсем не немцы и и вот значит у них такой план но не особо они хотят этим заниматься я имею ввиду что бундестаг им сейчас не до этого они все про войнушки думают тем сейчас никак не до этого вот одно такое маленькое как раз будет нормально я вот с такой тыквы варила варенье вообще медовая девочки кто не варил еще попробуйте можете яблоко какой-нибудь вкусное добавить очень прикольно получается варенье есть конечно тормовые тыквы как для скота кормить скот их не надо брать именно вот эти грушевидные есть такие они посветлее а есть вот такие вот оранжевые прям кусочками резала яблоко кусочками тыкву кусочками прям как будто вот прям дыня не тыква дыня вкус такой получается это не получится хотя мне что я мучаюсь ножом еще я мучаюсь сейчас на крупной терке натру фарш и готовлю тесто приготовлю найду свою мантницу столетние и сделаю можно и диетические сделать вместо этого фарша куриную грудку порезать и и все сейчас как раз сезон тыквы будет круто прям на крупной терке натру и приготовим процесс пошел тыкву натёрла добавила теперь сделаю тесто тесто обыкновенное как на манты и все так что я хотела соль вода соль водится сейчас замесим быстренько у меня все быстренько потом поставим она немножко отдохнет потом раскатаем слетим закатаем и сварим такое желтое потому что яйцо бабушское не магазинное что это делаю и как вы месить тесто все у меня все готово сейчас будем месить крутить матницу вытащила сейчас опять скажу без перчаток без платочка я ободочек одела пока слава богу не сыпется с головой вы знаете знаю одну маму вот готовить в платочки чтобы была чистая не да а язык какой грязный рот такой черный мама не знаю что лучше или в платочки готовить с чистым ртом дело каждого конечно кто привык конечно когда начнет уже сверху сыпаться то я буду что-то предпринимать а пока нормально потоньше раскатываю вот так равномерно чтобы везде было не были пустые блин казахстан опять тепло пришло а у нас холод вообще прям сегодня ветер такой срывает все конечно серёжа любит миска то побольше мы сделаем побольше такая ханома будет миска так тема масла все листы смажу чтобы не накапать кастрюле приклеилась простым растительным маслом смазали и закладываем нормально как раз такие чтобы хватало на листочек следующий кричит заведующий одна женщина написала она правда вышла отписалась говорит не люблю ютуберов и это самое каждый день говорит готовить нельзя не нужно каждый готовить мне девочки поверьте мне это может и не нужно а вот мужику моему нужно и то и стараюсь не каждый день я сделала там например кастрюльку борща то пару дней кушает то пару дней кушает или котлеточек нажарила пару дней кушает да еще чего-нибудь конечно подоедает ну есть такое слово надо мужика кормить чтоб он из дома выходил сытый во всех смыслах этого слова поэтому никуда не денешься влюбишься и женишься а потом со сметаночкой вкуснотиша то какая будет и так думаю сейчас посмотрю на 3 или на 4 листа выйдет в принципе можно было и манты мне не хочется лепить стоять долго проще так так следующий надо бы купить новую мантницу ну это пока работает неплохо тесто если даже останется заморозил потом достал разморозил сделал чебуречки там еще чего-нибудь и красиво я сделаю два теперь поменьше наверное потому что это кто-то ходит под окнами с каждой насыпьте больше муки вижу уже два поменьше сделали как раз два листочка у меня что такое нас вообще-то перекресток такой нехороший все постоянно куда-то спешат не пропускают давайте сверху сделаю два поменьше потому что не хватит фарш если то большие делать фарш тоже можете любой брать так сможем сейчас один заклады и вот еще один листочек у меня сразу сможем тесто кусочек маленький останется вот И этот поменьше. У меня все быстро, еще его заморачиваться, раз-раз и готово, все, и потом 40-45 минут и снова готово. Все. Есть карта. И посуду остается помыть и все. Сейчас не включится влажная плита. Крышкой накрываем. Время засекаем. И вперед на минголе. Все, девочки. Приготовила вместе с вами. Время. Время.